всем привет дорогие друзья с вами канал краски же наше семейство большое вот смотрите девочки кино с красивые приехали мы уже бухарест все нормально немножко отдохнули решили немножко поездить по бухаресту посмотреть что мы еще здесь не досмотрели с вами сегодня хотим поехать прогуляться большой парк парк короля михая называется да недалеко от парламента судя по отзывам интересное место такое с там музей под открытым небом есть как говорится старая этническая деревня пруд огромный или озеро даже очень много всего интересного предлагаю сегодня пройти прогуляться не поняла чего так на вырядились в парк они тиктоки снимают наряжаются накручиваются и танцуют даже я там где-то поучаствовала ну конечно же мне никто это видео не дал даже мама мама я была за подоконником вы понимаете что они говорят вообще несут вот такие красоточки у нас видите ли девчонки ну что направляемся с вами посмотрим красивый парк погуляем пофоткаем пофоткаемся что-нибудь покушаем какого-нибудь стритфуда если там будет конечно приехали мы в этот парк огромнейший парк большое озеро здесь много всего интересного давайте пойдем с вами погуляем посмотрим девчонки готовы к фотосессии а уличную еду найдем найдем уличную еду но не сразу давайте погуляем нагуляем аппетит весь город здесь центральный парк самом центре здесь очень много парков много озер выбрали этот для просто прогулок время провождения на улице кстати плюс 29 и жутко парит опять как перед дождем солнце мы не видели уже месяц честно сказать практически так развлечения зонтики что здесь происходит просто пикники может чего-то да пойдем посмотрим там что-то готовят вату как очередь за сладкой ватой душновато ждать посмотрим делают вату это просто волшебство облака такие накручивает на палочку фонтанчики везде сейчас покажу работает рестораны здесь такие уже очень вкусно пахнет каким-то мясом вкусным мы идем сейчас пытаемся найти где здесь озеро здесь большую озеро мы идем кстати по навигатору так не поймешь здесь никаких обозначений нету поэтому идем доверимся нашему навигатору а вот и озеро здесь жизнь кипит ресторанчики кати ручки даже какая-то старая велосипедная дорожка поэтому мы будем погулять вдоль этого озера смотрите ну чё право лево пойдем здесь еще этнические деревни есть старые такие знаете куча большая ресторанов паскару паскару и паскарус такой красивый можно прокатиться на лодке по озеру а бакланы рыбу тут табанец если бакланы ловит то чушь не словить да рыбешки где ты хочешь водички да да а а а а а а видела на фотографии куда лежащую статуи вот мы ее нашли сейчас посмотрим что такое тут раньше был бассейн ну я не поняла просто так лежит или не просто так сейчас посмотрим что это значит вот видите а подхода туда нету походу непонятно да и туда нельзя зайти ну чего это да гулай тетка лежит еще варианты нимфа одармита водите у нас все нимфа это да получается ним вообще тут 1 ладно так сейчас мы идем все-таки дойдем до этой деревне там красивые старые здания то так в принципе очень зелено зелени но очень много прям лес посреди города серёжа не узнал что за мужики здесь сейчас я покажу вам нет нет пойдем мимо него пойдем будем позорить тебя конечно видите лев толстой не узнал да не образованность наше все ну да так конечно сразу не признаешь но все равно общие черты есть они знакомы эти мороженое значит попробую такое вот такое для контента скажем так разного смыть и вообще вот и есть мороженое всякие сейчас возьмем все покажем или все разные только одна илюня взяла вот вот такое мороженое возьмем все разные что показать какой здесь мороженое вкусные линии посмотрите все разные один нормальный чек подсвет костюмчика понимаете так судить один уже просто молча отвернулся и из но раскачивается от нас расскажи вкусное нет румынского серёжа здесь тысяч человек сидят нашему экране от этих отворачиваешься вкусно нет почему я попробую лизочек очень вкусно очень такое вкусненькое кисло-сладенькое с клубничкой с орешками с черникой так мы довольны пороженка сейчас нас до меня закончила бабушка смейте что тут есть his music will be forever sony music майкл джексон видите а я иду не могу понять что это такое издалека так этнопарк сейчас я вам покажу быстренько что здесь интересного такого по выделяем такие какие-то интересные эти самые этнопарк это старые старая деревня старые постройки все под открытым небом то есть музей под открытым небом серёжа с девочками остался решила я одна сбегать все это вам показать по-быстрому ворота видите какие часть интересные покажу вам чтобы все вместе не ходили и желание особо никого не возникло этот музей платный 30 лейд на одного человека стоит это около 150 лир для по меркам турции это вообще даром смотрим с вами как раньше жили такие мазанки значит получается черепить черепица здесь деревянная видите вырезаны из дерева такие кусочками выложена то есть это не не так как сейчас делают вот старая тоже двухэтажный дом ворота смотрите какие были интересные какой-то такой типа чистокола наверху обозначает и ворот а вот такой домик вот такой нарядный выкрашенный голубой краской есть такая терраса небольшая приятный вот смотрите типа юрты красивыми это первая ассоциация чтобы какой вызвала вот такой круглый типа иглама единственное что я не поняла это именно вот по этой части по румынии или это вообще старая говорится история всего 8 месяцев такой интересный дом сейчас поближе подойдем вот уже старый деревянный дом мне просто интересно можно сюда заходить или нет все открыто тоже такая сараюшка или здесь допустим для животных каких-то ну как коня сюда вряд ли заведут но может быть здесь содержали животные вот домик смотрите какой интересный с подвалом зайдем посмотрим маленький домик скорее всего тут держали курица вряд ли что заедут не знаю уж птицы какие-то содержали вот здесь точно похоже на курятник тоже старый деревенский дом выкрашенный тоже такой небесно-голубой краской давайте зайдем посмотрим естественно внутрь вообще я была такой в западной украине мы были в такой этой деревне то можно внутрь заходить о можно давайте зайдем заглянем как жили на еще смотрите гостиная тарелки кувшины видите по потолку всякие травы может быть от каких-то злых духов здесь не все так плохо смотрите пиши печатная машинка кассетный магнитофон у моей бабушки такая же была машинка зингер ножная точно такая же я в действующую любила играть с ней так следующее написано на стенде что это сыроварня здесь в древности варили сыр и посмотреть эти сыр варили такие глубокие огромные чаны черепица уже не деревянная дом уже такой выглядит побогаче вот здесь в таких вот маленьких домиках обычно ставят и даже заметил что в румынии такое всеместно ставят иконы со свечами то есть у них это как мини часовня я мое наблюдение когда мы ездили о смотрите сани прикольные покажу средства передвижения в зимние по зимним дорогам видите интересно вход в дом здесь дом закрытый нет не представленной экспозиции никакая внутри так это получается подсобные помещения ну как называется скотный двор да здесь живность я была содержалась это транспорт гараж видите для колесницы телеги вот так жили и думаю многие сейчас еще где-то в дальних деревьях так живут это примерно так вот обычный деревенский быт такой веселый домик выкрашенный яркой яркой синий краской синие ставни что-то греческое напоминаю да остров крит и опять же подсобные помещения для содержания домашних животных приятно приятный такой домик смотрите какой плетень как куле такие острые и вот такой вот забор тоже деревянный дом такой прямо черное дерево здесь совсем совсем грубо сколоченные доски видите маленькие такие окошки типа байничек вон тут дети какие-то с оружием тренируются какие-то скауты или кто это колодец много колодцы видели деревнях когда ездили по трансильвании до сих пор колодцы там стоят не знаю действующие они или нет но где-то на одну улицу пару колодцев есть так здесь какая-то лавка с сувенирами в таком доме располагается тоже какой-то старый привозили все это восстановили не знаю откуда столько домов эти писанки 2 по 4 евро такие яички хочу тоже вам показать вот эту интересные дома локация здесь крыша из камыша полностью выложены интересные такие как шапки каких-то национальных нарядах правда же да очень похоже на как западной украине да такие шапки гуцулов или у кого очень напоминает сожалению внутрь нельзя зайти давайте хоть немножко одним глазом посмотрим как жили в таких домах в это интересно смотрите я понимаю это совсем старые дома здесь даже нету не ламп ничего здесь скорее всего были учены или свечи чем они отапливались здесь стоит бочка такая скорее всего это как печка что ли смете глиняная посуда такое все глиняные кувшины и посмотрите окно какого размера в доме вот и также такое же окошко и в той комнате вот через окошко с мы показываю вам темнотища вот видите люлька колыбель хочу от младенца она тоже сплетена из из веток или чего ну вот так ведь а тут лавки простые деревянные лавки вдоль стен тоже такой веселый дом я заметила что если здесь красят дома их красят в такой красивый лажурный цвет либо просто завезли на музей одну краску одного цвета все дома которые беленые они выберем и семена в этот цвет вот а молодежь национальных костюмах давайте посмотрим на них молодые девчонки и мальчишки с ней скорее всего это может быть какой-то ансамбль может быть сейчас будет какое-то выступление хотелось бы посмотреть да если сейчас будет танцевать или петь очень волнуются посмотрите внимание на их обувь интересно такие прямо а вот дрончик будет числе так чего такой вариации с такой шляпой колодец смотрите там извиняюсь ничего нету имитация а вот посмотрите я так понимаю это старая церковь тоже деревянная наверху крест это типа колокольни может это есть колокольна наверху и не такой вот вид у нее попытаемся что зайти старые иконы расписано здесь над входом здесь икона здесь тоже но что можно зайти наверно если здесь нету заграждения алтарь тоже поражают размеры окон да в этих таких деревянных зданиях на этом колокольне видите деревянная лестница и вот там вот виден кулаком еще друзья вам хочу показать очень интересные дома такие наполовину вкопанные землю я такие тут впервые вижу тоже какая-то старая румынская тема то есть чтобы спуститься нужно преодолеть две ступень ступеньки под землю давайте спустимся так я спускаюсь сюда аккуратно прогибаю голову здесь пол полностью песок и здесь как бы такой коридор и вот здесь находится без окон без дверей за качество съемки проститесь полная тьма здесь находится а так еще и две комнаты вы понимаете да вы жили они в такой темноте полная темень еще вкопанные видите наполовину что красивый вход сделали видите какое интересно люди смотрят за зайти все с интересом лезут смотрят а что ж такое смотрите накидано сено на крышу дымоход в этом труба и вот такие окна такие окна прямо наполовину входящие в землю вот такой интересный объект правда же здесь средине этого музея есть ресторан это еще не окончание экспозиции еще дальше пройдем сейчас самое интересное с вами посмотрим есть дома вот внизу видите дома или такие избушки прямо воды здесь же озеро рядом сейчас еще вам покажу как мы называем души даем и скердуем с кирзи покажу вам сено помидоры выращивают там курятник о спасибо обозначился петя вот смотрите какие с на пыли как с кирзи друзья как назвать это даже не знаю потому что они видите связаны в такие веники и куча этих веников о смотрите что еще есть есть старая мельница крутится вертится смотрите черные доски наверху то ли вход то ли окно непонятное давайте посмотрим на нее с фасада интересно такая деревянная месяца у них мельница еще хочу показать один красивый домик соседствует современными зданиями так вот такая вот приятная приятные ставинки такой цвет синие как я назвал электрик его а наш глаз режет найти зайдем с вами полюбуемся печка во дворе стоит барбекю как и называю до барбекюшница друзья кто думает что это такое если бы это не стояло во дворе дома я бы сказал что это старый дольмен дольмены это такие знаете как еще черный кот пошел точно дольмен зря он туда пошел дольмены это когда старые ну как при да по преданиям это жилище для духов как вы думаете для кого это жилище пишите в комментариях будет интересно узнать ваше мнение вот вот какой красивый домик если бы мы не находились в румынии в сказал что украинский дом старый сара в старом селе смотрите правда же похож как я понимаю вот это для домашнего животного возможно для собаки видите тоже не обошли их своим вниманием вы красили такой же синий цвет потом руки вытерли видите пальцы вытирали видимо кто-то в краску в лес здесь ласточка свой дайте покажу масочки на гнезду . свела гнездо смотрите прилетела что-то принесла в клювики а вот смотрите крытые такие навесы под ними стоят лодки рыбаки видимо затаскивали сюда лодки и здесь они хранились здесь открытый дом давайте посмотрим рыбаки здесь жили что-либо все рядом лодки печка бедненько но чистенько аккуратно все еще печка какая-то еще лодка печка смотрите сколько или для обогрева и для приготовления пищи скорее всего лодка печка и лодка печка и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok